всем привет эта программа в теме с вами я анастасия жукова честно говоря сегодня даже долго думать не пришлось о чем вам рассказывать дорогие телезрители говорить будем о танцах плясках и банкетах в тульском кремле танцуют все конечно я могу после сегодняшнего выпуска окончательно превратиться в злобного тролля в ваших глазах который якобы выступает против пополнения областной казны за счет попоек различных фирм на территории памятника истории и архитектуры но все же выскажусь но если вы не в теме то расскажу накануне двери для первого сейшена на территории тульского кремля открыл крытый двор туда завезли общественный туалет и вычурно оформленные во что-то черно золотое так сказать дорого богато столы и все что необходимо для великосвестского мероприятия под тарифом секретно банкет был организован в честь 150-летия американской компании каргел ну и давайте вспомним еще до того как в кремле возвели эту конструкцию стекла и железа нас активных туляков убеждали что площади крытого двора будут использоваться для увеличения выставочных экспозиционных пространств ну конечно что там будут проводиться семинары конференции и другие мероприятия тогда нам всем было сложно представить что под словом другие подразумевались банкеты ну да ладно организовали организовали но почему нельзя было все сделать как-то не так пафосно ну допустим открылся бы ресторан большой кремлевский люди бы ходили туда общественность как-то свыклась бы с тем фактом что на территории тульского кремля проводятся подобные мероприятия ну и проводить свои банкеты как-то так под шумок я требую продолжение банкета выглядело бы это все не так демонстративно ведь сейчас действительно складывается ощущение что мероприятие проводилось под грифом секретно исключительно для своих но и в заключении если бы этот новострой служил бы исключительно для выставок научно-исторических конференций или другой музейной деятельности понять просить еще как-то можно было бы а вот проведением банкетов корпоративов и свадеб на территории объекта где погибали люди во время восстания ивана болотникова выглядит как минимум кощунством